День космонавтики отметили и на машиностроительном конструкторском бюро «Искра» имени Картукова и НПО имени Лавочки. На их сотрудники тоже принимают поздравления от администрации города. Слово Юлии Аряниной. Особо отличившихся сотрудников с праздниками поздравляют денежными премиями, почетными грамотами и медалями от Корпорации тактического ракетного вооружения и Федерации космонавтики. Дальнейших свершений, чтобы те подвиги, которые были в прошлой вашей трудовой деятельности, они и дальше имели место быть. «Искра» участвует в программе государственного вооружения, так называемой ГПВ-2020. И имеющихся площадей уже недостаточно. В экспозиционном зале конструкторского бюро представлены аппараты не только те, которые давно стали историей, но также те, которые и по сей день активно используются в космической промышленности. Например, можно подробно разглядеть вот эту шестиметровую систему аварийного спасения космонавтов. Именно благодаря ей астронавты мягко и безопасно приземляются на Землю. «Обеспечиваем. Безусловно, все пилотируемые запуски, а их сегодня четыре осуществляется в течение года. Буквально только что в марте мы осуществили очередной запуск, очередной дальше, следующий будет в мае и так далее». Тех, кто трудится, не жаляя себя, поздравили и на НПО имени Лавочкина. Простых сотрудников, кующих в слово «победа» вот уже 77 лет. Среди них и Альвиан Бутылкин. С 1954 года он не покидает эти стены. Точнее, они его не отпускают. Опыт таких людей неоценим, ведь они работали под началом Семена Алексеевича Лавочкина. Они видели Гагарина. «Как сказал, поехали. И действительно, вот этот праздник для нас, этот день космонавтики. Мы были зажжены, мы все работали очень энергично тогда, к ту пору». То, что имя предприятия по центральному телевидению звучит мало, ничего не значит. Доля секретности остается. Но вот то, что НПО Лавочкина заняло свою нишу в сфере космической промышленности и держится там прочно, реальный факт. Это задача – развивать его дальше, дальше также нести высоко имя нашей фирмы. Всего на территории Химок три предприятия-гиганта – НПО «Мини Лавочкина», НПО «Энергомаш» и МКБ «Факел». Много других, более мелких, крупных, например, аэропорт Шереметьево, так или иначе причастных к космической и воздушной сферам. На каждом работают жители округа. Так что 12 апреля в Химках может считаться поистине народным праздником. Юлия Арянина, Екатерина Зайнулова, Олег Мелехов, Сергей Гвоздев. Служба новостей.